Ребят, всем привет! С вами Ирина. Мы заехали в тепличку в Лодзе. Давно-давно я хотела попасть в эту теплицу. Все никак не хватало, как обычно, времени. Ну а сейчас мы нашли таки это время, уделили и приехали в эту тепличку. Сейчас я вам вкратце покажу, что здесь есть интересного. Ребят, бульбофилу фаленопсис. Огромная растюха такая. Классно растений. Здесь очень много и в частности много малышей. Ребят, также есть фласки. Смотрите, какие красавчики растюшки. Их берут и высаживают. Закупают фласки, высаживают крошечки. Ребят, суперово. Это нужно любить, чтобы заниматься такой кропотливой работой. Тут у нас есть цветущие растюшки. И масики. Масики, масики. Леодора. Растения все, ребята, обработанные. Вы видите, пятнышки такие на листиках. Они не грязные. Это пятнышки после обработки растений. Есть с цветоносами. Опять-таки, множество крошечных. Смотрите, что цветет. Неофинетия. Опять много крошек. Крошки, крошки и цветущие. Ребят, посмотрите, какие они красивые. Посмотрите, какие они яркие. Так, название нам бы еще найти. Название, название растюшки. Опа, я нашла. Happy Fang Sir. Классные очень, очень классные, очень яркие растения. Крошечек очень много. Вот иду, я показываю вам крошечки. И тут на меня смотрит вот такенный корень. Ребят, вы посмотрите, какой он. С мой мизинчик почти. Класс. Много-много кров. Еще цветет. Красота. Малыши, малыши. Малыши, малыши. Дендробиумы. Дендробиумы, малыши. Неофинетия, варигатные. Красавчики. Красота. Много-много, малыши. Дендробиумы, париши. В общем, ребята, вот так из фласок выращивают здесь растения. Вот видно, есть поменьше, есть уже побольше подросточки. Круто. Здесь еще побольше растения. Здесь цветущая. Котлеи, малышня, ясли, детский сад. Это больше на травичку похоже. Но это у нас энциклия. Крохи. Коскоцентру, миниатум. Так, ребята, это все выглядит вживую. Аманда. Думаю, многие видели и слышали про эту растюху. Вандопсис. Очень классные растюшки. Необычное, ребята, сочетание цветов. Красная серединка и желтые цветы. Цветочки такие мелкие. Очень классные. Это смесь фаленопсиса и ванды. И достаточно много есть различных блочников. Цеплица была построена в 2014 году. И вы видите три отпечатка рук. Это малыш. Малыш, мама и папа. Также встречаются растения от швертера. Ребята, вы посмотрите, просто как травиночки. И какие нежные цветочки. Красота просто. Еще вот тут шелошисты. Помните эти растюшки? Мы их заказывали. Смотрите, какие интересные. Из фласки их достают. Они сперва просыхают. И потом их уже сажают. Круто. Такая красотища. И здесь, ребята, много разных блочников у нас есть. Есть. Ах, эту я узнаю. Это Харайлка. Это Харайлка. Точно ее ни с чем не перепутаешь. Да, написано Харайла 2016 год. Классно. Опять блочники. Влажность, ребята, конечно, берет свое. Чтобы в теплице была хорошая влажность, нужно быть готовым к тому, что вот такое все будет зеленое. В зеленом таком налете. Вы видите, да, как по тепличке. Это абсолютно нормально. Поэтому, когда мы дома хотим для растюх поднять влажность, будьте готовы, что такое будет. Потому что мы, когда купили увлажнитель воздуха и поднимали влажность для растений, то было реально ходить пасеком по полу. Было очень влажно. Красота цветущая. Вот это красивая растюшка тоже. Посмотрите, какие цветочки. Нижнюлька. Нижнюлька. И вот эти красавчики. Эквестерисы. Они так пышно цветут. Деленати. Есть и цветущие. А также, ребята, такие очень много здесь малышей выращивают. Красотки. Малышня, малышня, малышня. А здесь, ребята, тепличка на 300 квадратных метров. И строится еще. Еще будет строиться тепличка. Драгоценная. Тепличку, ребята, затянили. Поэтому, к сожалению, не эта самая. Они светятся. Это так вот эти прожилочки. Те, у кого есть и кто любитель таких растюшек. Те знают, как они сверкают красиво на солнышке. Пафики. Красавчики. Растений, ребята, достаточно много. Хотя, на первый взгляд, вроде как зашел, посотрел. Ничего такого. Но на самом деле растений очень много. Это очень большой труд. Красавчики. Стангопьей. Рыжульки. Красотульки. Орхидея. Ваниль. Красивая растеха. Ребята, она еще пахнет очень классно. Так нежно. Показываю вам. Катлантхе. Интересная растюшка. Мини-марк. Ребята, я фон сир. Невероятно ароматная растюша. Очень классно. Такой прям вкусный аромат. Аквайстрис бэй. Красавчик. Красивый-красивый. Сога-релексы. Ребята, мы их просто обрабатывали. И они чуть-чуть такие... То есть, у них нет того блеска. А вот есть. Вот он блестит. Шикарный. Сейчас вам покажу другой релекс. И вот, ребята, релекс. Который с краями такими вот светленькими. Тоже очень даже симпатичная растюшка. Малыши ароматные. В общем, ребят, растений действительно много. Я уже даже успела вспотеть три раза. Сапфирчики цветут. И еще мини-марк. И эквестрисы. Эквестрисы, ребят, есть разные. Смотрите, есть вот такие вот бабочкой. А был, сейчас я посмотрю, вот этот. Более такой... Бабочка, как бы три липс. Вот это. Видите, как бы три лепесточка. А вот это вот конкретно видно, что бабочкой. Это простой у нас эквестрис. Красотки, малыши. Классно, как ванда цветущая. Еще одна. Рыжульки. Маленький помощник. Ребят, и вышли мы на уличку. Показать вам вот это вот тепличка первых, в которой мы были. На 300 метров. И строится еще одна на 500 метров. Это круто. Как будто двойные теплички. Супер. Автоматический верх проветривания. Супер. Лошадки здесь. Классно. А потом, ребята, вот эти две теплички соединят с шлюзом. И это будет одна большая теплица. Ну, очень классно. Мне в целом очень понравилось. Труд, конечно, это очень тяжелый, потому как высаживать и выращивать растюхи из фласок – это действительно большой, большой, большой труд. В общем, ребят, огромное вам всем спасибо, что вы побывали вместе со мной в тепличке в Лодзе. Наконец-то мы добрались до нее. Я думаю, что мы доберемся еще и до других теплиц. Посмотрим. Не хочу ничего пока озвучивать, но уже сказала. Ладно, ребят, все. До новых встреч. И пока-пока.